Кошмарные выходные в Бобруйске на пожаре погибли три человека. Вы представляете, о каком я была шоке? Как случилась трагедия? Цена вопроса за взятку задержана женщина-руководитель одного из предприятий Могилевской области. Общая сумма незаконного дохода могилевчанки составила 6500 рублей. Сколько светит подозреваемый? Ликвидация каннабиса в двух районах региона обнаружили по три тонны дурмана, где прижилось дикое растение. Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Тот самый случай, когда сигареты стоят дорого. В шестом микрорайоне на пожаре погибли трое. Огонь унес жизни мужчины, хозяина жилища и двух женщин. Компания накануне на уши поставила весь дом. Ольга Васенда опросила соседей. В субботу утром жительница многоэтажки по проспекту строителей проснулась от сильного запаха гари. Вышла на балкон и ужаснулась. С соседней квартиры валили клубы дыма. Галина Денисеевич вызвала МЧС и побежала к погорельцам. Зрелище, говорит, не для слабонервных. Вы представляете, в каком я была шоке. Я выскакиваю. Ещё тут ни запаха, ни дыма, ничего не было. Всё это было внутри. И я открыла эту дверь, она была открыта. И там такое было. Слава богу, что не было огня. Дальше всё как в тумане. Бдительную соседку огнеборцы вывели на свежий воздух. В самой квартире спасатели обнаружили тела трёх человек. 59-летнего хозяина и женщин 45 и 66 лет. Известно, что накануне компания выпивала. Предварительной причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнём при курении. Следственно-оперативной группой проведён осмотр места происшествия. Опрошены соседи погибшего. Назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинских экспертиз. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Бобруйским межрайным отделом Следственного комитета в ходе проверки. В этот же день трагедия случилась в Кличевском районе. Загорелся дом, который семья из Бобруйска использовала как дачу. На момент пожара внутри находились хозяин и его девятилетний сын. Как позже рассказал ребёнок, отец эвакуировал его через окно на улицу, сам пошёл через веранду. Однако сотрудники МЧС обнаружили мужчину без признаков жизни. Мальчика доставили в больницу с ушибами и ссадинами. МЧС напоминает, берегите детей от травматизма и пожаров. Создайте все условия безопасного времяпрепровождения, когда ваш ребёнок один дома. Оградите от открытого огня, спичек, зажигалок и напоминайте своему ребёнку о правильных действиях в случае пожара. С начала года в Бобруйске и районе произошло 94 пожара. Погибли 11 человек. В масштабах страны зафиксировано свыше 3000 ЧП и более 280 смертей. Статистика пугает, ведь это не просто цифры о жизни людей. Огонь на колёсах на Свердлово загорелся легковой автомобиль. К приезду спасателей из моторного отсека иномарки шёл густой дым. Хозяин автомобиля находился рядом. Пострадавших нет, пламенем повреждено капотное пространство. Причину возгорания устанавливают. Летальный заплыв только за выходные. На воде в Беларуси погибли 11 человек. Одно ЧП случилось в Бобруйске. В четырёх метрах от берега Березины начал тонуть мужчина. Рядом находился рыбак, который его и вытащил. Скорую МЧС вызвали очевидцы. Однако спасти 37-летнего местного жителя не удалось. Места для купания оборудовано не было. Нарушать правила поведения у водоёмов это чревато печальными последствиями. Вот на пляже приходите здесь спокойно, здесь нету никаких опасностей. И если не заплывать, как говорят, за буйки, то всё будет хорошо. В этом году в Бобруйске от утопления при разных обстоятельствах погибли 6 человек. Всему виной пренебрежение правилами безопасности и купание в запрещенных местах. На выходные синоптики обещают жару до плюс 30. Повышенный температурный режим сохранится и на следующей неделе. Не позволили одурманить. В двух районах Могилевской области ликвидировали более трёх тонн конопли. Около двух гектар дикорастущего растения обнаружили в лесу на выезде из Бобруйска. Общий вес под 2000 килограмм. Ещё тонны оперативники нашли в Быховском районе во время рейда. Плантации уничтожили с помощью сельхозтехники. Взятки гладкие в столице с поличным задержана женщина-руководитель. 39-летний начальник отдела одного из предприятий региона решала вопросы с помощью МЗД. Пользуясь служебными полномочиями, подозреваемая помогала коммерческой организации в процедурах закупок на биржевых торгах. Общая сумма незаконного дохода могилевчанки составила 6500 рублей. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело и грозит до 7 лет лишения свободы. Во все тяжкие в стране появился новый вид мошенничества. Телефоном аферистам из Украины мало обобрать доверчивых белорусов до нитки. Теперь они еще и запугивают и заставляют совершать диверсии. Обещают возврат похищенного или убеждают жертв, что нужно принять участие в некой спецоперации, которую проводят правоохранительные структуры. Примечательно, все обвиняемые ведут себя иррационально. Совершают преступление прилюдно, днем перед камерами видеонаблюдения. Схема действий мошенников во всех случаях примерно одинаковая. Они связываются с людьми по телефону, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов. В ходе разговора они обманным путем убеждают людей перевести им крупную сумму денег, а затем предлагают, к примеру, поджечь служебный автомобиль или военкомат в обмен на возврат похищенного. В случае отказа мошенники начинали угрожать потерпевшим, унижать и издеваться над ними. В числе жертв оказались 50-летняя жительница Гродно, которая подожгла служебный автомобиль сотрудников милиции и 42-летний мужчина из Вилейки. Он подпалил машину якобы директора банка, а в соседней разбил стекло. Сейчас они оба обвиняются в совершении тяжких преступлений. Следственный комитет призывает быть бдительными и не поддаваться на провокации. Жизнь взаймы директор логистической фирмы задолжал крупную сумму денег. Со схожими заявлениями в милицию обратились сразу несколько ИП. У всех одна проблема. Директор логистической фирмы в Минском районе не платит за услуги. Оперативники Бобруйска выяснили, 34-летний руководитель почти год занимался организацией доставки грузов. Правда, рассчитываться ему было нечем. Возбуждено уголовное дело. Денежные средства, полученные от заказчика в логистических услуг, израсходовало на выплату учредителям, при этом не рассчитавшись грузоперевозчиками на общую сумму более 417 тысяч рублей. Не уступил дорогу в Бобруйске. Столкнулись автомобили-мотоцикл. Вечером 18 июля на пересечении Минской 50 лет в ЛКСМ водитель Рено при повороте не уступил дорогу мотоциклу. В результате столкновения 31-летний байкер и его 37-летняя пассажирка с травмами госпитализированы. Сам себе хозяин, житель Осиповического района, использовал казенный бак как АЗС. 20-летний тракторист местной сельхозорганизации в течение нескольких месяцев сливал неизрасходованное топливо из трактора для себя. Около 200 литров изъято и возвращено в хозяйство. Молодой человек привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Реанс. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok